Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по Python. На этом уроке мы с вами научимся работать с лямбда-функцией, либо лямбда-оператором. Что это такое? Лямбда-функция, либо оператор в Python позволяет создать анонимную функцию. Когда это бывает нужно? Когда вы хотите создать внутри кода вашей программы какую-то функцию быстро, без имени, которая может принимать через запятую какие-то аргументы, а потом их уже обработать через выражение, либо вызвать другую именованную уже функцию с этими аргументами. Давайте посмотрим, как это можно использовать. Если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать. И, конечно, таких уроков будет больше. Давайте приступим. Смотрите, здесь уже у меня написан код небольшого приложения. Используем модуль tkinter. Мы с вами создаем объект нашего приложения. Также задаем геометрию нашего графического окна. Задаем заголовок нашего окошка приложения. И делаем так, чтобы нельзя было менять размеры нашего окна. Также задний фон у нашего приложения делаем белым. Конечно, запускаем основной цикл нашего приложения. И размещаем в нашем приложении три кнопки B1, B2, B3 по соответствующим координатам. Вот они, эти координаты. И, конечно, небольшой текст. Давайте посмотрим, как это работает. Запускаем. Вот оно, наше приложение. И вот они, наши кнопки. Мы можем на них нажимать. И, конечно, здесь при нажатии на кнопки у нас с вами вызываются три функции. Смотрите. Button1 вызывает функцию ButtonPress1. Через именованный аргумент команд передается название функции ButtonPress1. Кнопка вторая, B2, вызывает функцию через команд ButtonPress2. Вот она эта функция. Кнопка 2 нажата. Ну и так далее с кнопкой 3. Но, обратите внимание, что мы с вами указываем название функции. Мы не можем указать какие-то аргументы. А ведь это было бы очень классно. Таким образом, мы бы смогли вот эти все три функции заменить на одну функцию. Как же это сделать? Конечно, в этом случае приходит на помощь лямбда-функция. Либо лямбда-оператор, который позволяет нам с вами создать анонимную функцию без имени. Причем на этапе создания мы можем передать туда аргументы. И, конечно же, эти аргументы потом либо обработать через выражение, либо передать выименованную функцию с перечнем этих аргументов. Давайте мы с вами так и сделаем. Создадим новую функцию. Пишем dev. btn.click И пускай здесь будет аргумент 1, аргумент 2. Классно. Двоеточие. И выведем на экран, конечно, эти аргументы. print. Тоже их укажем просто через запятую. arc1, arc2. Классно. Теперь давайте вот эту функцию мы с вами будем вызывать вот отсюда. на этапе создания нашей кнопки. То есть мы с вами должны сюда по правилу указать функцию, которая должна вызываться при нажатии на эту кнопку. Пишем лямбда. И теперь мы с вами должны указать аргументы, как требуется по синтаксису. Например, arc1 равняется 100, запятая arc2 равняется 500. Двоеточие. После двоеточия мы с вами должны указать выражение, которое должно выполниться. Например, можно сразу написать print, да? Либо вызвать эту функцию уже с именованными аргументами. Вот эту функцию btn.click. Давайте выведем что-нибудь на экран. Напишем окей. Запустим наш код. Проверим, что он работает. Нажимаем на кнопочку команда 1. Смотрите. Окей. Классно. То есть функция лямбда создала анонимную функцию, которая приняла два аргумента и вывела на экран просто окей. Теперь вместо принта мы с вами вызовем вот эту именованную функцию. Копируем название, вставляем сюда. И пусть она будет принимать два аргумента. Arc1, Arc2. Запустим еще раз. Нажимаем на команду команда 1. Смотрите. У нас с вами вывелось 100,500. То есть нажимаем, и у нас с вами выводятся вот эти два аргумента. Таким же образом мы можем с вами поступить и вот здесь с другими кнопками. Просто копируем вот этот кусочек кода и вставляем сюда. Раз и два. Предположим, здесь будет 300, а здесь будет у нас 700. Здесь будет 700, а здесь будет 999. Вот так вот. И запустим. Смотрите. Запускаем. Что у нас с вами получается? Нажимаем на команду 1. Пишется 100,500. Команда 2. 300, 700. Команда 3. 700, 999. То есть теперь у нас с вами нет необходимости писать разные функции для этих разных трех кнопок. Пишем одну функцию, в которой спокойно передаем аргументы. И уже внутри обрабатываем то, что мы с вами передали в эту функцию. Таким образом наш код становится более компактным. Классно, да? Мне нравится. Если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать. И конечно таких уроков будет больше. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...